Опорный край державы. Именно так сегодня называют Свердловскую область, которая в России считается кузнецей государственных кадров и творческих талантов. Кстати, эта надпись красовалась на шарфах каждого из 30 ветеранов-уральцев, прибывших с официальным визитом в Брест. 23 из них – участники операции «Багратион», которая и предрешила исход Великой Отечественной. Встречу свердловцев и брещан можно назвать продолжением активной политики сотрудничества двух ветеранских организаций, начало которой было положено еще в Минске два года назад. В 2012 году у нас заключено было соглашение о сотрудничестве между Республиканским советом и Областным Брестским советом. И потом я вот 13 числа, мне повезло, я был в составе официальной делегации, был у президента Александра Григорьевича Лукашенко. У нас не просто дружеские отношения, вот мы к вам приехали, вы к нам приехали, а у нас заключены официальные соглашения о сотрудничестве. Мы на официальной такой основе, и не просто мы ветераны, нас поддерживает наша власть, нас поддерживает наш президент в этом. Вот, кстати, вот эта делегация из Екатеринбурга, она была только что в Минске, встречались с нашим президентом. Александр Григорьевич очень одобрил вот такие вояжи, такие вот походы друг к другу. Обмен опытом работы, формы и методы взаимодействия с молодежью и просто грани общения, которые так необходимы людям, защищавших нашу родину в страшные сороковые. Все это стало предметом обсуждения на совместной официальной встрече двух ветеранских организаций. Мы, братские народы, и нам нечего делить. Эта фраза часто звучала из уст фронтовиков, и действительно, именно с такими чувствами и мыслями брестские ветераны встречают каждую делегацию, участники которой, причем к плечу, сражались за победу в войне. У нас очень серьезные связи с ветеранами российских организаций, это Санкт-Петербург, это Москва. Поэтому эти встречи очень важны, они у нас, в общем-то, проходят параллельно и вместе с представителями молодежи, с представителями Белорусского республиканского союза молодежи, других общественных объединений. И мы пытаемся не на словах, а на деле вот этот мост между поколениями сохранять, и чтобы вот это патриотическое воспитание, оно носило такой конкретный характер. После встречи свежеловские гости отправились в 20-ю школу, а плодсоветы ветеранов Ленинского района города. Ребята этого учебного заведения выступили гидами для почетной делегации и провели для них познавательные экскурсии по школьным музеям с Патчиной Белоруссии, города-героем Москва и имени Дмитрия Карбышева. Послан директора школы Ирина Никифоровец, патриотическое воспитание – это один из главных столбов образования, к которому в ее школе уделяется особое внимание. К патриотическому воспитанию в нашей школе уделяется основополагающее место. И дети настолько, сегодня даже первоклассники у меня спрашивали, а шары тоже для гостей? Они все пришли с цветами, они все пришли с конфетами. Они понимают, что у них в школе будут сегодня гости, ветераны. Нельзя быть Иваном и Родствованием помнящими, надо знать свою историю.